Зал не слушает, потому что когда одно и то же говорят, 103 года, то уже надоедает это слушать. Можно другими словами говорить, и с другим подходом, и с другим. Посмотрите, армяне, образец для всей планеты показали. Мальчик с рюкзачком за спиной походил по центральным улицам Еревана, и все в парламенте, другие новые партии. Ничего от старого режима не осталось, ничего. Вот образец. Ну что, новый подход, новые люди. По-другому, так сказать. А проиграли те, кто там сидели, консерваторы, так сказать, бывшие коммунисты. Вот они и проиграли, оторвались от всего. А он пошёл по членам к людям, услышал, что они хотят. Их языком говорят, привёл их всех в парламент, так сказать. То же самое Франция. Она говорит, не нужны нам ваши президенты, ваши партии, профсоюзы. Народ сам подымается уже. Это на улице вышел новый класс, ниже среднего. Они не такие богатые, как средние, но ещё не являются пролетариями. Юбилей у нас нормальный. Это 25 лет всегда начало празднования, потом будет 50, 75. Если будет. Брежневская конституция не дожила и 15 лет. В 1977 году приняли, а в 1991 году практически она перестала существовать. У меня претензии к той выставке, которую развернули здесь в фойе. Я не знаю, почему выбрали коммерсант. Он никогда не был другом Государственной Думы. И скорее был русофобской газетой из Дальский Дом. Там вывесили самые отвратительные фотографии, касающиеся фракции ЛДПР. Я вам прошу немедленно их снять, повесьте из архива Думы, или мы вам дадим. А коммерсанту, когда он хочет что-то здесь показать, сперва согласуйте с нами. Здесь не базарная площадь, не проходной двор. У нас праздник, а нам чернят этот праздник. Те журналисты, которые работают на Запад, и каждый день мечтают о гибели нашей страны. А вы им даете целые площади, для того, чтобы они демонстрировали свою гнусность. И посмотрите, вот, 25 лет Конституции. Ни слова о том, почему она была принята. Я согласен. Там есть 10 пунктов, которые надо переработать. Убрать преамбули. Мы, многонациональный народ, списали у американцев. У них нет государства, образующего народа. Это единственная конституция американская, где они вынуждены говорить о многонациональном народе. Но у нас-то есть русский народ. Напишите, мы, русские и другие народы договорились и пошли дальше статьи. Статья пятая не годится. Опять мы дробим государство. Опять мы слово республика говорим. Республика в скобках государство. За это уцепятся. Лет через 10-15 скажут, а мы уже в конституции государство. Мы хотим быть независимыми. Статья 76, пункт 6. Если противоречие между федеральным законом и местными, действуют местные. Вы что делаете вообще? Кто написал? Шахрай, покойный Алексеев или американцы? Вы уже заложили мины и в эту конституцию. Дали огромные полномочия президенту. И самые маленькие полномочия парламенту. Недра. Недра могут находиться в любых руках. Государство, кооперативы, частные лица. Кто хочет, растаскивай. Куда? Должен быть какой-то механизм безопасности. Что иностранцы не могут покупать, допустим, наши участки земли. Или государство вправе изымать. А ещё лучше вообще не разрешать продажу. Только аренда. 49 лет. Моментально вы её используете и снова продлят на 49 лет. Поэтому эти вот пункты, которые были недоработаны. Но и конституция принималась в условиях отсутствия её. И только что закончилась гражданская война. 4 октября. А принималась 12 декабря. Какие там проценты были, мы сами не знаем. Фальсификация у нас длится уже много столетий. Поэтому здесь трудно определить. Мы не знаем, как мы голосовали на всех советских выборах. Всегда было 99,9. А я всегда голосовал против. И таких были миллионы. Но нас не учитывали. Писали вот всё. Пришло 99,9. Пролосовало 99,98. Каждый раз одинаково. Поэтому если сравнивать, то эта конституция хоть что-то дала. Вот всё-таки есть многопартийный парламент. Советский был очень хороший парламент. Это была парламентская республика. Много хорошего. Но депутаты и Ельцин погубили. Никто не хотел уступать. Ведь было предложение в апреле 99-го года провести перевыборы. И президента, и Верховного Совета РФССР. Никто не захотел. Один из Кремля не может выползти. Другие вцепились в кресло. Ну и чем кончилось всё? Надо же делать, как в Армении бы. Сделали бы и всё. Но не захотели. Потом, если говорить о вкладе, то, чтобы её принять, агитацией занималась только ЛДПР. Единственная партия из 12, допущенных к выборам. Все 12 прошли. Там было больше партий. Правильно левые силы отрицали Конституцию. Антинародная. Согласен. Прозападные силы все отрицали. Авторитарные. Согласен. Но ЛДПР говорит, ну а что вместо? Вместо этого тогда была бы диктатура Ельцина и Коржакова. Если бы 12 декабря, 25 лет назад, не была принята Конституция. И никто... Если Чубайс просит благодарности олигархам за разграбление страны, то дальше некуда уже идти. Что мы ещё поблагодарили, сколько они вывезли денег и как разграбили. То здесь-то хоть бы упомянули где-то, что Конституция принята только при поддержке ЛДПР. Все были против. И кто был против, я согласен. Но вы же живёте по этой Конституции 25 лет. В условиях всё-таки демократии. Усечённой. Такой замороженной. Коридорная демократия. Мы в коридорах сидим. У нас помещений с вами нет до сих пор. 25 лет. Но мы же существуем. Да? Мало полномочий у парламента. Всегда царь не любил Государственную Думу. Коммунисты ЦК КПСС не любили Верховные Советы и депутатов. И эта нелюбовь осталась до сих пор. Потому что здесь представители народа. Они всегда говорят не то, что хотелось бы в некоторых кабинетах слышать. И советская власть рухнула по одной причине. Что её не было советской властью. Власть не принадлежала советам как органам власти. А принадлежала партийному аппарату на Старой площади. Несколько секторей ЦК держали всю страну в кулаке. В этом же проблема. Если бы выполнили обещание большевиков, вся власть советом, советская власть была бы и сегодня. Но вся власть советом ночью перешла уже в руки партийных руководителей большевиков. У нас всё-таки есть какая-то имитация. Какая-то хотя бы чуть-чуть власть и Государственной Думе принадлежит. Что-то и правительство делает. Конечно, администрация президента, вольница. Мы не знаем, кто выше. Администрация президента или правительство. Госдума или администрация президента. Это тоже недопустимо. Нужны поправки в Конституцию, чтобы как-то это узаконить. Ну и поставить задачу всё-таки в перспективе переход к парламентской республике. Да, неудачно было летом 17-го и летом 91-го года. Но весь мир переходит к парламентским республикам. Даже Америка уже. Конституция президентского режима. Но президент ничего не может делать без Конгресса и Сената. Ничего. По факту Америка перешла к парламентской республике. И Франция, вторая страна, а мы третья, тоже закончат скоро с президентским режимом. Надоел всем этот Макрон? Ничего не может. Да, молодой. Да, энергичный. Но ничего не знает абсолютно. Человек не знает, что такое внизу, как живут французы. А парламент знает. Но он с учащенными полномочиями. Если Ле Пен, Марин Ле Пен получает 47% на выборах президента, то в Национальном собрании 7 депутатов. Что за перекос? Пол Франции за неё, а депутатов у неё почти нету. Это, конечно, не демократия. Это всё нужно менять. В том числе и у нас. Если Геннадий Андреевич вспоминал возможный переход в диктатуре, то первый переход должен был быть 13 декабря 1993 года, если бы не была принята Конституция. Выборы были признаны недействительными. Госдумы нету. И правил бы Ельцин с Коржаковым. В 96-м году правильно, Геннадий Андреевич. Мы с вами отменили ратификацию Беловецких соглашений. И утром на следующий день солдаты внутренних войск стояли у каждого кабинета депутата. Но ушли не потому, что вас очень уважали и испугались. Потому что мы тоже поддержали. Ельцин сказал Куликову, что ты, Жириновского боишься? Он не сказал ему, что ты, Зюганова боишься? И Куликов знал, что и вы, и я, но именно вместе мы когда выступили, то даже силовики отступили, и переворот в марте 96-го года не произошел. В 99-м году мы спасли ситуацию только ЛДПР. И не было отставки президента, и не было росту страны, и не было запрета КПРФ. Мы спасли ситуацию. Поэтому в этом смысле у каждой партии свой вклад. Пожалуйста. Ну раз сегодня юбилей, я бы хотел, чтобы не замалчивали, но уже обнаглели, продолжают лгать. Шахрай пишет статью, что в 99-м году все фракции поддержали Примакова. Все, кроме ЛДПР. Я согласен, хороший премьер-министр. Зачем искажать историю? Почему мы не поддержали Примакова? Он здесь стоял. Я оттуда вопрос задаю. Евгений Максимович, будете менять курс? Как сегодня правильно настаивает Геннадий Андреевич. Он сказал, курс менять не буду. Всё. Мы не дали ни одного голоса. Не дали. Это наше право было. Что ж через 20 лет-то это замалчивать, искажать? Амнистию мы объявили. Только мы. Я здесь стоял и умолял весь парламент с трудом 226 голосов. Нет, находятся депутаты даже в этом зале. Это Шахрай его партия сделаешь. Да Шахрай был полностью под Ельциным. И никогда бы не пошёл против Ельцина. А если бы прокурора выгнал за эту амнистию? Что же искажать-то всё? Это же на ваших глазах здесь. Всё происходило. Поэтому мы должны праздновать всё равно. Всё равно это праздник. У нас и советские конституции 5. Вы что, не помните, как обсуждалась сталинская конституция? Сталину вопрос задают? Эй, Иосиф Виссарионович, вот там право выхода республики из состава союза. Может быть убрать эту статью? Не надо. Мы им дали право войти. Пусть будет право и выйти. И они вышли. Брежнев сохранил эту статью. Вторая статья. Иосиф Виссарионович, почему только одна партия у нас? Почему нет других? Потому что в нашем обществе нет других классов, которые хотели бы иметь партию. Ну что это такое? Вы этими двумя статьями Сталинской и Брежневской конституции погубили. Ни экономика, ни иностранцы. Две статьи. Потому что конституция имеет огромное значение. Если бы в Сталинской и Брежневской конституции не было статьи о праве выхода, и не было бы статьи о том, что только одна партия управляет этими делами, мы бы жили бы сегодня в замечательном государстве. Поэтому надо это тоже говорить сегодня. Мы опять замалчиваем. Кроме ЛДПР никто не говорит, что и сегодня причина всех недостатков полутора-однопартийный режим. Уже есть несколько партий, но они ничего не могут. Всё может только одна партия. А она не хочет. И правильно не хочет. И сколько бы съездов не проводили, и не пытались вернуть доверие народа, вернуть можно только одним, повысить зарплату в два раза, пенсию в два раза. Денег нету, значит доверия не будет. Неужели вы этого не понимаете? Макрон нашёл деньги, повысил, отменил, что-то такое. Но у вас этого нет. Вас зря обвиняют, что вы какое-то доверие потеряли. Тяжелейший экономический кризис. Весь мир накануне войны информационной, экономической и обычной войны. А вас обвиняют, что вы что-то там теряете. Это естественный процесс. И все потеряли в Армении, и в других странах будут терять. Все старые партии должны уйти. Президенты должны уйти. Правительство, новая демократия, цифровая демократия, новая экономика. Поэтому мы не должны засиживаться здесь. Поэтому на будущих выборах здесь должен быть другой расклад. Единая Россия максимум 100 мест. ЛДПР 250 мест. И 50 мест немножко дать коммунистам в случае смены названия партии. Видите, они время кричат. Их бесит, что... Когда я выступаю, зал слушает. А когда вы выступаете, зал негодует. Сравнивайте, господа. Ну научитесь, наконец. 103 года каши на академию. 103 года. Я вас защищал всегда. Ваши проблемы с сельским хозяйством. Только мы защищали. Но вас бесит, что слушают ЛДПР, но не вас. Но вы проиграли. Можете понять, что проигравшую команду никто не будет слушать. Они уже на очереди. Но я им помогаю, как остановить процесс. Вовремя заменить вас на ЛДПР. Редактор субтитров А.Семкин